Каждый год с января по апрель в Беларуси допризывную комиссию проходят подростки, достигшие 16-летнего возраста. Это плановое мероприятие, в рамках которого будущие военнослужащие становятся на учет. Как правило, если подросток обучается очно в образовательном учреждении, то военкомат, как правило, вызывают классами или группами. Помимо медкомиссии устраивается еще и психологический отбор. Данное мероприятие проводится ежегодно, то есть в год наступления 16-летнего возраста граждане прибывают сюда к нам на воинский учет. И в этом году планируется принять на воинский учет более 2000 граждан. Уже более 1800 мы приняли на воинский учет. Осталось поставить на учет граждан, которые обучаются за пределами города Бреста либо Брестского района. Это каждый долг мужчины охранять свою родину. То есть армия для меня это как долг перед народом Беларуси. То есть ты его охраняешь. Это каждый долг мужчины. Есть мнение, что до армии про нее лучше ни у кого не спрашивать, чтобы не создавалось ложное представление о военной службе. Однако точно нужно знать, что там изучают различные дисциплины, разобравшись в которых, идти служить будет намного проще. Именно для таких целей существуют патриотические молодежные центры. В частности в областном центре на территории Брестской крепости. Здесь ребята изучают различные дисциплины, получают навыки рукопашного боя, осваивают навыки обращения с оружием, занимаются спортивным ориентированием. Это безусловно поможет уже будущим солдатам. Военно-патриотическое воспитание это не только медицинская подготовка. Добрезывно это и физическая подготовка, которая должна быть на уровне, чтобы у учащихся самодисциплина была, все-таки развивалась. Самое любимое мое это, наверное, огневая подготовка. Потому что снарядить и разрядить автомат, то это очень классно. Ну у нас, конечно же, есть время, определенные рамки, по которым мы собираем. И если ты укладываешься в норматив, то получается, для тебя это очень хорошо. Сегодня в Беларуси создана хорошо подготовленная и оснащенная армия, которая является гарантом стабильности и безопасности. Тысячи юношей прошли закалку в вооруженных силах и с благодарностью вспоминают дни, проведенные в воинских частях. В наше время многие мальчишки с детства мечтают сменить кроссовки на берцы, а джинсы и свитшоты на военную форму. Во многом добиться такого результата помогает именно престиж белорусской армии, наработанный годами.